Приветствую вас, друзья! Сегодня поговорим о такой травме, которая способна выключить человек из активной спортивной жизни на полгода. Сразу скажу, что это не перелом, а всего лишь разрыв связки. Может казаться, что связки в нашем теле восстанавливаются без всяких проблем. Однако это нельзя сказать о передней крестообразной связке коленного сустава. Для многих спортсменов разрыв этой связки оказывается серьезным препятствием для продолжения профессиональной карьеры. Требуется довольно много времени, чтобы вернуть прежнюю форму. Что же это за связка? Как ее можно разорвать и как восстановиться после такой травмы? Обо всем этом и поговорим. Крестообразная связка находится в самом центре коленного сустава. Сверху она крепится к бедренной кости, а снизу к большеберцовой. Эта связка выполняет важную стабилизирующую функцию. Она удерживает голень от смещения вперед и кнутри. Также в ней есть еще и нервные окончания, которые сигнализируют мозгу о том, в каком положении находится коленный сустав. Повреждение передней крестообразной связки является очень распространенной травмой. Например, в США ежегодно диагностируется около 200 тысяч подобных травм. В качестве причин разрыва передней крестообразной связки можно выделить прямую травму, удар по ноге, и непрямую травму, кручение на ноге при резком торможении, приземление после прыжка и так далее. Чаще всего происходит отрыв связки от места ее прикрепления к бедру. Там как раз находится самый тонкий участок связки. Разрыв передней крестообразной связки может сочетаться с повреждением других внутри суставных структур, таких как мениски, боковые связки и другое. В момент травмы пациент ощущает резкую боль и щелчок. Вследствие скопления в суставе большого количества крови, повреждения нервных окончаний и выраженного болевого синдрома, сразу после травмы опираться на ногу проблематично. Сустав становится отечным. При тщательном сборе анамнеза и внимательном осмотре сустава разрыв передней крестообразной связки можно диагностировать без дополнительных методов исследования. Но так как необходимо исключить и другие травмы, переломы, разрывы менисков, боковых связок, врач использует дополнительные методы обследования – рентгенографию, МРТ или магнитно-резонансную томографию и УЗИ. Сразу отмечу, что самым лучшим методом исследования при разрыве передней крестообразной связки является МРТ. В результате разрыв связки приводит к формированию нестабильности сустава. Ее признаками являются неуверенность пациентов в устойчивости коленного сустава, ощущение смещения голени кпереди и подворачивания голени. В большей степени эти жалобы проявляются во время занятий спортом, резко снижаются функциональные возможности профессиональных спортсменов. Длительно существующая нестабильность в коленном суставе не только снижает функциональные возможности и качество жизни пациента, но и приводит к вторичным разрывам менисков, стиранию суставного хряща и быстрому формированию остеоартроза. Консервативное, то есть безоперационное лечение нестабильности в коленном суставе, связанное с разрывом передней крестообразной связки, к сожалению, бесперспективно, так как ввиду недостаточного кровоснабжения разорванных волокон связки не срастаются. В таком случае выполняется операция, при которой вместо поврежденной связки устанавливается новая. Новая связка формируется из собственных тканей человека, чаще всего из сухожилий мышц задней поверхности бедра или собственной связки надколенника. После операции пациенты проходят курс реабилитации. Ограничивается нагрузка на оперированную ногу с последующим постепенным увеличением объема движений и укреплением мышц. Возвращение к обычным физическим нагрузкам возможно уже через полтора-два месяца после операции. Возвращение к полноценным спортивным нагрузкам возможно через 6-8 месяцев после операции. Более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте orthoscope.ru. Там же вы сможете получить онлайн-консультацию врача-травматолога-ортопеда. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на мой канал. Здесь вы найдете много интересной и полезной информации. Занимайтесь спортом и берегите себя!